Вопросы для голосования 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 Продолжение следует... 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 ирибулина в третьей и более линии у пожилых пациентов метастатическим раком молочной железы было показано, что да, о первенстве сохранении качества жизни и гериатрических параметров по комплексной гериатрической оценке, кроме инструментальной активности депрессии, медиана выживаемости без прогрессирования составила 4,49 месяцев, медиана общей выживаемости 7,31 месяцев. Данные показатели признаны удовлетворительными. Что касается антихердотерапии при метастатическом раке молочной железы у пожилых, то здесь рассматривается, что в первой линии доцитоксел трехнедельный с применением колоннестимулирующих факторов или же еженедельный поклитоксел и тростозумаб-пертозумаб являются стандартные лечения первой линии только у отобранных пациентов пожилого возраста. У ослабленных пожилых пациентов возможно рассмотреть назначение метрономного циклофосфамида, винарельбина или капицитабина с двойной блокадой антихердва. Монотерапия тростозумабом или двойной антихердва блокады пертозумаба и тростозумаба без химиотерапии следует назначать слабым пациентам пожилым с высоким риском осложнений. То, что касается второй линии, режим ТДМ, тростозумаб-памтанзин рекомендуется для вторых и последующих линий. Для пациентов пожилого возраста необходимо дальнейшее исследование у ослабленных пациентов. И последующие линии побочные эффекты лопотениба. Мы знаем, что в сочетании с капицитабином значимо усиливаются такие осложнения, как диарея. Что в данной ситуации требуется крайне четкое и ослаженное наблюдение за этой категорией больных. Еще результаты у нас все больше в клиническую практику. В скором войдут новые препараты. И вот исследования, опубликованные на АСКО в этом году, по эффективности иммуноконюгата с ацитузумаба гавитекана у больных, трижды негативным раком молочной железы. И было показано, что выживаемость без прогрессирования достигла 7,1 в группе сатизумаба гавитекана и 2,4 в группе препарата по выбору врача. А это все пациенты старше 65 лет. Медиан общей выживаемости составил 15,3 и 8,2 в месяц соответственно. А мы обращаем внимание, что, конечно же, это пациенты трижды негативные, пациенты с крайне неблагоприятным подходом. Хотелось бы отметить, что Международное общество гириотической онкологии еще в 2017 году разработал алгоритм отбора пациентов, подходящих для пероральной противоопухолевой терапии и инструменты для мониторинга приверженности лечения. И почему это так важно? Потому что сниженная приверженность у пожилых пациентов, и здесь очень важно понимание и возможность контроля за побочными осложнениями. При лечении рака молочной железы пероральная лекарственная терапия, будь то гормонотерапия, ингибитор и циклинзависимых киназ, капицитабин, являются удобной опцией для лечения пациентов, так и в целом для нашей системы здравоохранения. Однако надо учитывать приверженность, комплоентность пациентов для достижения максимального эффекта. Причинами снижения комплоенса могут быть сопутствующие заболевания, снижающие функциональный резерв пациента, когнитивные нарушения, токсичность лечения и сложность лекарственного лечения. И вот данные по эффективности и профилю токсичности качества жизни при применении системной терапии у пожилых пациентов в основном, конечно же, представлены под групповым анализом клинических исследований. И вот CDK4-6 ингибиторы равны, эффективны как у пожилых, так и более молодых пациентов. Наблюдается схожий показатель эффективности при применении всех трех основных ингибиторов циклинзависимых киназ. Отмечен схожий и несколько повышенный профиль токсичности у пожилых пациентов по сравнению с молодыми. Исследования Монарх, изучающие бимакциклип в комбинации с фолвестрантом против только фолвестрантом в монорежиме. А сюда включались пациенты как до 65 лет. Это всего сведения более чем 650 пациентов. Из них, соответственно, 424 пациенты были молод, 65 лет, и 165 пациентов 245 таких пациентов. И было показано, что преимущество в общей выживаемости составило 9,4 месяца. Кроме того, был проведен экспериментальный анализ данных исследований Монарх-2 и Монарх-3 в трех возрастных группах до 65 лет, 65-74 и старше 75 лет. И было показано, что применение бимакциклипа равное эффективно по отношениям показателей выживаемости без прогрессирования вне зависимости от возраста в обоих исследованиях. Кроме того, также изучена безопасность бимакциклипа. Мы знаем, что токсические профили данных пациентов, в основном получающих бимакциклип, представлен диареей. И было показано, что бимакциклип в комбинации с гормонотерапией демонстрирует приемлемый профиль безопасности и эффективность во всех обследованных возрастных подгруппах, что подтверждает использование данной комбинации у пожилых пациентов. Кроме того, более высокая частота развития диареи на фоне терапии бимакциклипом преимущественно ограничивается первой и второй степени тяжести, которая не требует коррекции дозы препарата. И самое важное, что за счет большого ингибирования CDK4-6 по сравнению с циклинозависимой кеназой 6-ой, а бимакциклип обладает меньше гематологической токсичностью, что крайне важно для данной категории больных по сравнению с иными ингибиторами CDK4-6. И посмотрите, у пациентов старше 75 лет назначение бимакциклипа позволяет получать недостаточно высокие показатели нейтропении, хотя мы знаем в третьей-четвертой степени, что для остальных препаратов палбоциклипа, рибоциклипа нейтропения достаточно такое серьезное осложнение. Опять-таки, именно для этой категории больных возможно учитывать целесообразное значение бимакциклипа. Поэтому, коллеги, мы сейчас еще раз все-таки проголосуем. У нас 4 варианта ответа. Нужно выбрать одно неверное. Пожалуйста, голосуем. Значит, у нас 40 секунд на голосование. Голосование запущено. 4 варианта ответа. Перед составлением плана лечения необходимость и сторонняя оценка общего состояния. Необходимо учитывать ожидаемые преимущества от противопухлевой терапии и также возможные риски. Существует множество нерешенных проблем при лечении пожилых пациентов. И четвертое преимущество от системной терапии в отношении снижения смертности только у молодых пациентов по сравнению с пожилыми. И у нас, мы пока голосуем, есть такой тоже термин «эйджизм», когда именно по возрастному признаку в ряде случаев принимаются такие вот скоропалительные решения по ограниченности лечения. Тем не менее, возможность в ряде случаев для пожилых пациентов, если мы говорим гормонопозитивным раком молочной железы, приверженность к данному лечению, назначение гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых киназ, в частности, объема циклиба, позволяет значительно улучшить результаты лечения. Да, и результаты голосования практически так же, 53% считают, что неправильный вариант лечения. Преимущества системной терапии в отношении снижения смертности мы видим как у пожилых, так и у молодых. Следующий слайд, пожалуйста. Именно вот этот вариант был неправильный, потому что нет, мы видим улучшение назначения системной терапии у больных метастатическим раком молочной железы, независимо как от возраста, как у молодых, и так от пожилых, что подчеркивает актуальность данного доклада. И преимущества системной терапии в отношении снижения смертности есть и у пожилых. Поэтому надо об этом помнить. И хотелось бы еще раз отметить, что несмотря на то, что половина диагностированных случаев рака молочной железы отмечается у пожилых старше 65 лет, это крайне важно. Надо понимать об этом, что большинство пациентов все-таки рак молочной железы у пожилых. У нас по-прежнему существует много нерешенных проблем. Традиционно пожилые пациенты, они недостаточно представлены в клинических исследованиях, хотя у нас есть действительно целенаправленные исследования, но тем не менее, все-таки пациенты подбираются по критериям включения здоровых и без гериатрических синдромов. Об этом надо тоже помнить. Перед составлением плана лечения необходима всесторонняя оценка общего состояния пациента. Необходимо оценивать ожидаемые преимущества противоопухолевой терапии в сравнении с потенциальной токсичностью, учитывать предпочтение пациентов, качество жизни и продолжительность жизни. И существующие данные в настоящий момент свидетельствуют, что пожилые пациенты получают такие же преимущества от системной терапии, как и молодые пациенты в отношении снижения смертности и рецидивов рака молочной железы. Хотелось бы отметить, что нами сейчас подготовлено три методических пособия. Это комплексная гериатрическая оценка пациентов онкологического профиля, также особенности проведения противоопухолечения у пациентов геронтологического профиля, а также особенности лечения пациентов пожилого и старческого возраста в зависимости от новообразования, от локализации новообразований. Здесь вот указан большой коллектив авторов во главе с Алексеем Михайловичем и Владимиром Феоровичем, также является автором данной рекомендации, а инициатором и у нас таким вдохновителем данного направления является Ткаченко Елена Виктором. На свою очередь я хотела бы поблагодарить за помощь в подготовке данной презентации Сифико Мамукана Шарашинидзе. И еще раз, глубоко уважаемые коллеги, мы хотим обратить ваше внимание, что онкологические пациенты независимо от возраста являются кандидатами для назначения своевременного и современного лечения. Благодарим вас за внимание.